всем селям алейкум всем привет у нас очередной выпуск шоу компанийский у нас сегодня в гостях две очаровательные очаровательные актрисы лимара джалилова и лейля айвазова алейкум селям я правильно все сказал все правильно все селям алейкум селям алейкум так у нас сегодня женский выпуск поэтому попрошу не материться а я так хотела постараемся так мы сегодня с вами сделаем небольшой батл истории вы нам расскажете истории из своей жизни а мы их готовы будем выслушать и оценить вы готовы вкратце зачитываю правила гости играют друг против друга в три раунда в каждом раунде у вас есть возможность заработать один балл по окончании игры мы суммируем баллы и будет возможность разыграть дополнительные баллы за возможные вымышленные истории то есть у вас есть возможность рассказать выдуманную историю и если противник ее не угадает вы заработаете балл ну а если противник угадал то соответственно балл заработает оппонент возможно эти истории будут вымышленными возможно все будет правда игра покажет вы готовы конце мы суммируем результат и тотка наберет больше баллов побеждает сегодня рад вас видеть сегодня давайте начнем так кто начнет типа по старчинству опять я про воздух я так я ладно я же айвазова по по алфавиту да 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 ну я не знаю у меня все истории почему-то на ум приходят все одни семейные истории почему-то все связаны с моей семьей и с моим интересным положением но я мать троих детей и одного мужа но это так всегда говорю да ну и так вот моя история о том как значите я в третье расположение естественно мне когда-то кто-то на рынке какой-то левый мужчина у меня муж работал свое время на рынке у него была там . и какой-то мужик там рядом с ним работал сказал я знаю у вас будет два сына и третья дочь ну чтоб я не знаю почему уже взрослая вроде женщины и да я была уверена до третьей беременности что у меня будет два сына и третья дочь однозначно что этот мужик но он не ошибается и он нагадал все правильно ну и значит я значит в третий раз в положении значит естественно что у меня девочка ее зовут айсель и никак по другому я значит айсель балачагам еще летали мы в оренбург я не знаю ли мара летала айсель все замечательно еще на первые скрининг когда там пол двенадцать недель или сколько уже пол определяют пол еще на узи не ходили что я имел ввиду что я имела ввиду быстро говорю потому что мне кажется что время ограничено не нормально ну и так вот я просто второй скрининг определяю второй скрининг я уже даже вспоминаю я уже старая уже не помню давно ну и в общем значит мы с мужем едем на узи я же предвкушение радостная все девочка вообще класс значит у нас на тот момент была машина опель девара можно грузопассажир там 7 место в общем ну и мы приехали белого цвета значит подъезжаем там альбомет на привозе есть клиника значит мне говорит ну ты иди чем я тебя здесь подожду я ну ладно не хочешь ничего не увидишь значит прихожу счастливая ложусь все хорошо у вас ручки есть там ножки все замечательно там желудочек там все отлично поздравляем у вас мальчик мальчик осель я так да я так я я так понимаю ну вроде все отлично же да ну ребёнок все хорошо мужик с рынка как да 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 как тут не клеится да и я начинаю просто дура да ну дура реветь спасибо третий мальчик она говорит ну я вас поздравляю все чувства на мне так я выхожу плачу как дура выхожу иду к мужу в зареванную со слезами соплями значит сажусь в машину эту вот так оглядываю боже мой усман никогда такого страча в машине не было видно бумажки какие-то когда пыль думаю когда никогда такого вечно всегда чистота в машине вот так поворачиваюсь и на меня смотрит совершенно левый мужик я так здрасте и так в лобовое смотрю а там мой муж оказывается это такая же машина как у нас она тоже стояла рядом села в эту машину но это просто было я бы надо было видеть мужа лицо по факту вы вышли со скрининга сели в машину отчитали мужика за грязно так хорошо первый раунд моя история связана всегда с моим внешним видом почему-то всегда никто никогда не думает что я крымская татарка и вот когда я пришла в театр познакомилась с таким смуглым мужчиной который сейчас мой муж да и вот мы познакомились и он с дуру предложил мне в первый день когда мы начали встречаться чтобы я вышла за него замуж я в первый день согласилась и все у нас уже любовь морковь и я говорю поехали знакомиться к моим родителям он говорит да давай поехали я грумой онашки день рождения поедем он говорит да поехали без проблем значит цель даром все собираемся ехать к моей маме на день рождения собрались все а у нас в театре какое-то представление было мы уже работаем и когда я приехала домой это предыстория я показывала его фотографию нам уже встречаемся там через две недели что ли что такое день рождения в декабре у мамы зимой и я показываю фотографию значит эльдара и моя мама он же такой черный а когда он приехал фотографию показал своей маме вайбалам уже бембел совсем татарка все нормально и значит едем на день рождения к моей маме и какое-то представление было поэтому мы ехали поздно и в то время естественно у нас не было машины ничего не было такого мы ехали на электричке а значит едем и на электричке она ждут а он говорит кто-то будет и взросленьками я говорю да нет все свои там будут там пару человек день рождения все свои ничего такого страшного нет хорошо мы на вокзале покупаем цветы едем в электричке садимся значит едем в электричке любовь молодые все как надо романтика с цветами ну и напротив нас сидят две женщины крымские татарки таки тоже видимо с рынка едут что что-то такое и мы едем у нас такая любовь я если честно когда я пришла в театр я на крымско-татарском языке не умела разговаривать вообще как бы вообще ну там селя молеком благодаря моему мужу я научилась крымско-татарскому языку и мы едем в электричке и значит я слышу что эти женщины начинать отжима баба базам балар горит и шкики теле рухма хоккей теле раум марушке лерна горит топоп горит и вехать ларая она бабала рыбаха поларга марушке леру цвету и начинает обсуждать чуть и очень яро то что едет понимаешь ли наш парень с русской девушкой я сижу и ничего не могу уже ответить марушка вроде но это самое ответить то не могу и потом ильдар уже поворачивается башла нас амаохран татару надо ли марангар вае улимы ой валида вверх аж чеха бах то час лоуна сумпек якши маршалла якши мы приезжаем все с электрички слезли ладно забыли эту историю едем приезжаем к родителям я ему сказала естественно что ну никого не будет свои только будут а у меня родители готовятся как это приедет парень или марта еще в театре работать на какой-то интеллигент все пошли где-то у соседей наши ножи нашли вилки нашли все под все без ножей вилки и тогда ну это был я тебе скажу какой год мы уже старый больные это был 2000 какой-то я до сих пор мы без ножей едим ну как бы до в ресторанах да тогда ну дома кто там ножи вилки 2000 какой-то год 2003 до 2003 и мы приезжаем значит там подготовились это у соседей ножи нашли все серьезно накрыли там стол все заходим я говорю только свои будут заходит эльдар накрыт стол длинный там человек 20 сидит а ложки тизешки все приехали значит познакомиться с этим парнем что же за парень приехал он заходит они все-таки интеллигентные сидят все-таки деревня красногвардейский район там кто знает аликом селям все такие скромные сидят такие стеснительные все ждут а уже стол накрыли кушать никто не кушает сидят заходят значит эльдар садится но такой да селям аликом все 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 общаться начинает садиться да селям все такие интеллигентные сидят сидят а у меня тетя есть которая очень любит покушать она такая крупненькая и очень любит покушать и значит они все сидят 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 и это алашка так смотрит смотрит на эльдара а там что-то курочка какая-то лежала и эльдар свой компанецкий сел положил взял курицу рукой начинает кушать Она говорит, аллахашкур, я думала, придется этим ножами кушать И берет, а что можно руками, там можно руками И вот начинает Ну, в общем, такая история, она закончилась в конце тем, что уже и ништешка начал пить за нас, за наших детей и за все тому подобное Вот такая вот история Саул Сунельдар Саул Сунельдар Тизешка чуть голодная не осталась Так, есть, первый раунд прошел, давайте оценим Кому больше понравилась история Лейли Я почему-то привык, Лиля, сигнал Лиля Так, есть, кому больше понравилась история Лемары На один больше получается, да? 1-0, да, Лемара впереди А нам можно голосовать? Да, но это не засчитывается Понятно Но можно Ну хорошо Свобода слова Так, есть, 1-0 Идем дальше О, блин, я запуталась, что мне рассказывают Про вторую беременность Да, давай Это третья беременность Это хорошая идея, давай Серьезно? Конечно О, нормально Ну так вот Ну, так вот, история такая Значит, Тяжелая у мужика в машине Нет, нет, вторая моя беременность До, вернемся Если кто-то понарастающий Я поубывающий Так, значит, вторая моя беременность Все, как любая крымская тарская женщина Перед родами должна затеять ремонт Ну, чтобы ребенок появился в чистом доме С новыми обоями, с окнами Там, я не знаю, с чем все Ну, я, значит, как обычно Все знают в театре Айвазова О, Айвазова беременная, ремонт Все О, Айвазова там У тебя опять ремонт? Ремонт Ну, ладно Ну, теперь, значит, я на второго в положении Все, знаю уже, что мальчик Уже знаю Это все нормально, да И тут работаю, ремонт Мы тогда на тот момент То ли сами делали То ли, я не знаю, с мужем В общем, что-то делали Клеили И этот И хожу, естественно, к врачу На осмотр Он говорит Ну, вот у вас 22 июня Вы У вас срок А 22 Ну, вот уже как бы подходит 22 июня А у нас дома еще погром Вроде как бы еще 22 я не могу Да, да, да 22 я не могу На собой И я прихожу Мужу, говорю Слушай, осмотр 22 июня Там говорят Ну, это фигня Это, говорю 38 недель У меня 38 недель Не рожу Он говорит Да ну нафиг У нас тут вообще ничего не готово Я говорю Да, не парься Все, успеем Ну, знаешь, все Я подожду Да, ну, в общем Вроде как Ремонт уже к завершению Идет Все Теперь 21 ночью Что-то мне плоховато Муж радостный Что, плохо, да? Плохо Я тебе повезу Давай Ну, значит Ну, ладно Ну, повезешь Ладно, приезжаем Значит, в роддом На седьмую Этот Врачи Говорят Ну, все уже Мы вас уже никуда Не отпускаем Уже Все, вы остаетесь Все Муж счастливый Завтра отмечать Пойдет Все Теперь этот Привез Привез у меня Под утро Где-то в часов Пять Естественно Меня оставил Все Сам уехал Уехал на работу Все Он уже на работе Уже на рынке Всем рассказал Жену повез Отмечаем Плюшевых медведей Уже дарят У нас уже этих Плюшевых До сих пор Они лежат Памперсы Дарит Все Дарит Все Муж уже Жену отправил В роддом Все Рожает Все готовы Все готовы Он утром позвонил Говорит Ты как там Я говорю Да никак Теперь значит Я там Утром хожу Да Я утром так хожу Думаю Ну что-то мне не рожается Хожу Ну не рожается И все Думаю Дура Ну что я приперлась Думаю А окна не помытые Тюля не повешена Больная Вот что я здесь делаю Хожу Хожу Думаю Вызову-ка я такси Поеду домой Все Постерну Повешу Все Чистенько Все дела Короче Девчонкам говорю В палате Девочки Скажете Что я на рыночек На базар То есть на седьмом горбольнице Пошла Они Ну ладно Я значит вызываю такси Технично Приезжаю домой Все Начинаю Окна Мы тюли вешать Все значит Муж звонит Ну что Я чехала Родила Я говорю Да нет я дома Вообще-то Тюли глажу Он мне говорит Ты что дура Какие тюли Так я тебя ночью отвез Я уже тут Уже подарки Уже все Садится Приезжает Значит Ради пожалуйста Мне уже подарки Приезжает домой Знаете Берет меня Говорит Ты что сумасшедшая Уже поехали Ну и что там Мне действительно Уже как-то плоховато Стало Ну уже штюли Повесил Уже можно Уже можно ехать И теперь приезжаем В роддом На седьмую Это было 2006 год Тогда можно было В родзал Всем заходить Бабушки Дедушки Мами Папе Не знаю Там люди С кем только не рожали Короче Я значит Вызываю подругу Я вызываю подругу Говорю Все Приходи Будешь со мной рожать Поддержка Все Значит Муж стоит За дверью Теперь значит А захожу в родзал Ну еще с мужем Уже все Уже мне плохо Вот волосы так скрутила Врач мне говорит Моя ж ты куронька Краска на голове А муж говорит Вы ей спасибо скажите Что она с рулоном Обой к вам не пришла Ну значит ладно Все Зашли Значит Все с подругой Все Ладно Все родила Благополучно Мальчик Все замечательно Все Ну И в общем Я не знаю Там ты Кто там был рядом Женой Наверное знает После родов Ну жутко хочется кушать Ну я не знаю Почему Может Ну вот хочется кушать Вот я лежу И подруга рядом А там же два часа В родзале лежишь Еще с ребенком Два часа нормально Да И этот Я говорю Так кушать хочется А подруга моя Она говорит Ой Ленька Мне такие малосольные Огурчики засолила Я сейчас Быстренько домой сбегаю А она на седьмой Горбольнице жила Сейчас Говорит Я тебе принесу Малосольные Ну пальчики Я ближний Говорит Я тебе шурба Чехся Все Все Тебе принесу Ну значит Она быстренько побежала Принесла мне солененькие огурчики Все Пятое Десятое Значит шурбачех И мы такие В родзале Дуры значит И муж мой значит Троем значит Огурчики соленые Шурбатом кушаем И врач заходит Такой Что-то тут солеными огурчиками Пахнет А мы две дуры подружки Ой Николай Николаевич Хотите Это мои соленые огурчики Малосольные Мы вас угостим Да вы че обалдели Вы бы еще сюда пузырек принесли Какие соленые огурчики После родов Все я вас понял Ну короче Ну в принципе Вот такая Ну что хочу сказать Это было 22 июня Такие 22 июня Итог Срок 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 У меня Ильдар Вообще хотели оставить После первых родов Они думали Что он Принимать дальше роды Нет Он индус Просто думали Что врач А он сироты Со мной проводил Потому что Он врачиху Он поднял Говорит Уйдите Можно я сам Давай тушься сюда Вот на меня Смотри Врачиха И когда он вышел В этот белый халат У него все У него медсестры Подходили Говорит А вы на следующей роды Оставите Он говорит В смысле Они короче Подумали Что это Проходит Практику Мальчик Индус Тоже Там оттуда Смет Университета Будет тоже В народах Присутствовать Так Есть Алимара Второй раунд Твоя история Моя история Моя история Связана с театром Как известно У нас Перед новым годом Бывает очень много Новогодних Утренничков Где мы все Участвуем Принимаем участие И Ну конечно же Новый год Какие-то там Корпоративы Еще что-то Еще что-то И как-то раз Мы решили дома У нас посидеть Отдохнуть Я не знаю Что за праздник был И к нам приехал Медат Халилов Со своей женой У них там еще Маленький ребенок Первый был Халик И что-то Мы решили отдохнуть На второй день У нас утренник Медат участвует Утренники Я участвую Значит собираемся Мы у нас дома Все накрыли стол Что-то пили Пили Отдыхали Отдыхали Сидели Сидели И Что-то мы сидели Нам показалось мало Что делать Почему-то Когда мало Медат все время Звонит Джаферу Абдулвили его Я не знаю Почему Это уже второй случай Когда мы звоним Джаферу А мы живем Да Кто-то знает Эту историю Очень сильно смеется А мы живем В селе Мазанка Это Симферопольский район Очень далеко И уже как бы 11 часов Почти гололед Снег И где-то найти пиво Купить не вариант Что делать Мальчики решают Ехать куда-то На машине Найти Выпить А уже все пьяные Медат садится за руль Рядом Мы оделись Какие-то шапки У меня двое детей Дома Там еще маленький ребенок Спит Мы едем куда-то Едем Начинаем ехать Гололед И тут начинает Что-то там Машину крутить Медатных Занесло Нас занесло В какой-то кювет Мы не знаем Как выехать На этой машине Начинаем Выезжать У нас Как это мужчина Жигули Уже 11-12 12-й час Жигули остановилась Начали вытягивать Эту машину Значит С этого Вытащили Нас Что делать Звоним Джоферу Джофер Нужно привезти Выпить Что-то Джофер живет В их мечети Мы живем Мазанки Другой конец Географии Звоним Да Джофер Да Я приеду Он приезжает Салимом Аблаевым Ну приезжает Пока мы их ждали Нам стало Очень скучно И мы решили Пойти покататься На санках А мы живем Мазанки Там у нас Такие как Скалы Горы Очень красиво И такой Спуск И внизу Озеро Идем мы кататься На детских санках Мы уже все Как бы Такие Нетрезвые Идем на санках Кататься Снег Гололед Дети маленькие Дома спят Садимся На эти санки Начинаем кататься Два или три раза Мы прокатнулись Эти санки Разъехались Просто вот так Вот на них Невозможно было сесть Вот они просто Сломались Эти санки Тут звонит Джофер Говорит Я подъехал Куда ехать Они с Алимом ехали Я подъехал Куда ехать В общем Я в Мазанке Как ехать До нас тяжело добраться Мы ему объясняем Подъедь сюда К речке Мы катаемся На санках Приезжает Значит Джофер Туда Мы на санках Санки Вот так вот Мы все Не очень Он приезжает Джофер Привозит Санки Бутылку пива Мы ложим Эта бутылка Он машину Где-то оставил Бутылку пива На санке И значит Кате Мы ее домой Приезжаем Приезжаем Не знаю Очень долго Мы сидели Потом захотелось Нам покурить Кальян В общем Заключился Нет Закончилась История Что утром Мы проснулись А нам ехать На утренний Белогорск Медада говорит Я не сяду В машину А там можно У нас выйти На трассу Можно выйти Я не сяду За руль Или на это Оставайся А дело в том Что мне играть Снегурочку А я вообще Не могу встать Я просто Не могу Вообще Никак встать Что делать А больше Никого нет А у нас там Какой-то там Утренник Там фея Винкс Что-то Что-то такое Снегурочка Я звоню Кто у нас Блондинка В театре Луиза Тата Луиза Тата Вы сможете Сыграть За меня Снегурочку Я сегодня Не могу Но история Закончилась Тем Что я просто Не поехала Играть Снегурочку Луиза Тата Сыграла Вместо меня Снегурочку Вот такая Вот история Даже если бы детям Было не весело Взрослым Было бы весело С твоим Участием Снегурочки Так Нормально Давайте оценим Второй раунд Кому понравилась Больше история Лейли 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 Есть Кому понравилась Больше история Хочешь Я тоже ошибаюсь Да Ради Линары Лемары Кому больше понравилась Соль Лемары Так Ну 1-1 1-1 Нормально Идем Ровненько Давайте К третьему Раунду Да я не буду Про профессию Рассказывать Историю Кому она интересна Я не знаю Про что Про мою профессию Расскажи Про профессию Кому мне Ну интересно Ладно Нет Лучше про жизнь Тоже про снег Что нам Про снег Очень грустная Между прочим История Конечно Наша передача Про грустную Для меня Для меня очень грустная Может кому-то было весело Но тем людям Которые в ней участвовали Было весело Ну в общем Я да Рассказываю Да Ну так вот Каждый год 7 января Мы с моими Друзьями С моей семьей Идем отмечать Рождество Рождество К моей русскоязычной Подруге Татьяне Ну она естественно Она нас всегда Со своими С нашими праздниками Приходит И Хурбан Байрам И Ураза Байрам Все Ну и соответственно Мы И каждый год Она нас стабильна Это одет Узри Она нас всегда зовет А она живет Ну мы живем на одной Улице Она все живет Подальше Значит И Это было Года три назад Был такой Хороший морозец Значит И она нас Ну там Валар Я вас вечером жду Ну и мы естественно Я с Керимом С Младшим сыном С мужем Всегда Она Керима любит И всегда Идем к ней Отмечаем Ну и так же В этот год Мы 7 января Все пошли Стол накрыть Все замечательно Все выпили Посидели Рождество Праздник Смеялись На перегонки Играем Кто быстрее Значит И он мне говорит Она давай На перегонки Я говорю Ну давай Ну бежим Значит я делаю вид Что я отстаю Он бежит Меня обгоняет Все он добежал А я нет Прямо возле дома Я падаю Значит Подскальзываю Галоши Скользкие Значит Падаю И понимаю Что я встать Я не могу Алло Луиза Доведи Сына А это Короче А у нас Аршин Малан Должен быть И короче Я встать не могу Кричу Среднему сыну Гирей Выходи Гирей А он прибегает Я говорю Балам Я встать не могу Да ну Она выпрекала Короче Они меня заводят Домой Я понимаю Что я на ногу Наступить не могу Вообще Теперь В этот момент Звоню Выпили же И смешно Вроде И думаю Может там Ничего Может все нормально А может и ненормально И смех и грех Звоню мужу Берешь Он говорит Что ты там Долго Да на Рождество Короче Звоню Мужу Он говорит Да ты что там Застрял Что ты там Долго Они там Веселятся Я говорю Узман Я по моему Ногу поломала Он говорит Да ну нафиг Я говорю Я не могу Встать А он говорит Сейчас я прибегу Там с тем Говорит Лилька по моему Ногу поломала Я Конечно Врешь Теперь все бегут В этот момент Это 12 часов ночи Я не знаю Звонит мне Она мне всегда звонит А это 12 часов ночи Мои Анафиева Это нормально Да это нормально Ты знаешь Она приезжает 12 часов ночи В час Девять У нас все это Нормальное время Она мне тут звонит Лилька Как всегда Селян Что делаешь Лилька С рождением А я думаю Как она Интересно Как будто Чувствует Мои Она говорит Ты что дура Рвешь Мои 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 Ногу поломала Сама ржу Она говорит Не может понять Правда Нет Она мне говорит Я сейчас приеду Я говорю Меня сейчас на шестую Повезут Сына вызвали Старшего Он где-то там Гуляет На машине Прилетает Асан Значит Все Садимся А самим смешно Ржем Выпиши же Сели Ржем Не можем Усман ржет Я ржу Асан говорит Она Ну как вы так Как вы могли И за ногу Я говорю Да была Может быть Сейчас все пройдет Приезжаем на шестую Это надо было видеть Мои В пижаме Ну в каком-то домашнем Мои Прости Мои Или в пижаме Или в какой-то домашней одежде Значит бежит Я значит С мужем захожу Значит Все ржем Тупо ржем Просто И она смеется И она еще телефон включила Тут я значит Еле-еле Асан А еще гололед Там Зайдешь на шестую Еще одну ногу поломаешь Пока ты будешь заходить Значит У меня Смешно же Значит Тут А там Видимо таких На 7 января Как я Всех пропускает Ну что у вас Я говорю Ну вот Бежала А не раз Мне так Этот Коляску Эту Значит А Мои Все снимает Кстати У нее это в архиве Есть Где-то Она мне скидывала Она ржет Все ржем Я значит Все рентген Мне идет Без слов вообще Сделали рентген Ложитесь Я говорю Что Перелом Открытый Закрытый Давайте Быстро Вот такую лопату Наложили на ногу В общем Такой тяжелый гипс Ну К чему я Что история Это все-таки Грустная Потому что Я два месяца Сидела в гипсе Когда К ночи Я уже начала Приходить Себя И трезветь Я поняла Какое Извините Я попала В какую жопу Потому что Я тут сразу же Звонить утром На работу Что я поломала Ногу Что я естественно Это Какой период Я должна сидеть дома Ну В общем Вот такая Веселая Грустная история Это издевательство Вот Вы рассказываете Так Да Да Вообще Ногу сломала И ты вот так Простите Да Я немножко Опешил даже Классно Ну То есть Не очень Да Было не очень Да Лимар Твоя история Финальная Моя история Будет опять Про театр Интересно Про театр Интересно Что я там Не знаю Какой-то год Когда выключали свет Что-то было такое И нам нужно было опять Новый год У нас была такая сказка Алдар называется Суть сказки заключается в том Что приехал инопланетян Который не умеет улыбаться И Мы в конце этой сказки Должны научить Улыбаться Этого инопланетянина Да И мы значит едем Опять-таки Типа гастроли В Ялту Десять дней У нас это сказка Идет Причем не один раз До этого утренник Для детей Потом сказка Не одна сказка А две сказки подряд Утренник сказка Утренник сказка В Ялте Театр Чехова Все Нас поселяют туда В гостиницу Там вечером свет выключают Но в театре Всегда есть свет Потому что Там что-то стояло Да Что-то такое И вот мы Утром встаем Слава Богу Идем играем Играем Да-да-да Мы идем Играем эти сказки Вечером возвращаемся Утром опять И вот так Каждый день Десять дней Тогда ногу сломали Нет Это было раньше И получается Каждый день Мы играем эти сказки Они вот тут Естественно сидят И как уже говорили Есть такой Как зеленый спектакль В театрах Есть зеленый спектакль Когда начинают Актеры зеленить Добавляют что-то О себя Придумывать А в Ялте Там есть звукорежиссеры Которые давно работают И они эту систему Очень как прохавали Они знают Что такое зеленый спектакль И значит мы играем И все Последний день Уже мы уже Вот так вот Выходим Эту сказку Играем И тут подходят Эти звукорежиссеры Ялтинской театра И говорят Ну что сегодня Сделаем зеленку Мы говорим Ну давайте Зеленку так зеленку Начинается у нас спектакль Я объяснила уже Что суть У нас Алдар робот Не должен улыбаться Вообще Всю сказку Он в конце Только должен засмеяться И мы говорим Алдар улыбается Я там играла девочку Медат Халилов Играл принца молодого А Алдар кто? Алдаром был Ильяс Абдукадыров Тоже актер театра Но он только не Пришел И его вот Беда была Что он очень часто Колется на сцене Вот кололся часто На сцене Зеленка не для него Да Рассмешить его Было две минуты И Медат как бы тоже Только начинал Он тоже все время кололся Но он был принцем Он сидел на троне Его спасало то Что он мог отвернуться И посмеяться И играл в этом спектакле Мой муж Ильдар Играл визиря И моего папу По совместительству В этой же сказке И еще у нас там был Охранник Нариман Аметов Играл охранника Грозный такой дядька должен быть И значит Играем мы эту сказку Начинается сказка Ну и решили Что это зеленый спектакль Естественно Когда пошла первая мелодия Которая не с нашего спектакля Звукорежиссера включает Мы понимаем Что зеленый спектакль Ага Они начинают Что-то друг друга Все пацаны колоть Я выхожу чуть позже Эльдар Который играет визиря Восточного Должен выходить На корточках Он на четвереньках Ползет И должен говорить Мой господин Мой господин Никто не знает Об этом Он заходит за кулисы Красит вот отсюда Зеленые себе тени Делает значит Стрелки Мушку делает Какие-то реснички И у него там Такая музычка Он ползет к хану Здесь сидит Медат А здесь стоит охранник Нариман А вот здесь Ильяс Который Они должны быть все серьезные И полный золгостей Зрители сидят Дети В сказку смотрят Значит подползает Ильдар туда И говорит Что хочет мой господин И начинает Начинает быть визирем Ненормальной ориентации Такой а-ля гей визирь Восточный визирь гей Он начинает разговаривать С этим Медатом Медат должен серьезно Что-то ответить Но он не может Там зрители Он поворачивается на трон Начинает вот так смеяться Его трясет И Алдара Который должен играть Ильяс Он стоит Вот так У него здесь очки Но он не должен улыбаться Он стоял вот так Всю сказку И тогда он подходит А Нариман его не видит И когда он начинает Обращаться к Нариману Он такой серьезный Тоже визирь И он говорит А это что за чудесный мужчина Он начинает обращаться Значит Какой интересный мужчина Он начинает И Нариман начинает смеяться Они начинают друг друга Вот так поворачивать на сцене Это смешно И вот вся сказка У нас происходила так Потом начинает Звукорежиссера Включать музыку Он должен Визирь должен танцевать Только под восточной мелодией И когда начинает Звукорежиссера Включать ему Майкла Джексона Потом еще Какие-то современные музыки А он должен по восточной О! Ильдар выкручивается Он танцует А Майкла Джексон Еще что-то Всю сказку Когда я должна Фразы Это что за девочка Ильдар говорит Я не знаю эту девочку И когда начинает общаться Визирь непонятной ориентации С дочкой Сколько травм вы нависли Детям Это сказка Детям 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 Наш Алдар Уже Вот так стоит на сцене А фраза В конце только должна быть Алдар улыбается Они смеются Всю сказку Потом В конце Они меня давили Так с медатом Что я прошла Ушла со сцены И они выкручивали Сами Я не знаю Как на сцене Что они делали Потому что Они такой бред Несли на сцене И когда в конце У нас Стоял Вот так вот смеялся И мы в конце Должны сказать Фразу Что Алдар улыбается А мы не можем Ее сказать Потому что мы все ржем Медат ржет Ильяс ржет Я ржу И мы стоим Смеемся Все держим Алдар В общем Мы сказали Эту фразу И сидели Какие-то мамаши Очень серьезно На нас смотрели И в конце У нас должна быть Там какая-то Восточная Танец Восточный Все девочки В костюмах Восточных Поведят Танцуют Мы начинаем танцевать А нам звукорежиссера Включает музыку Новый год К нам тихо Скоро все случится А у нас значит Восточное движение Мы сначала Не вдупля Но мы вошли В кураж Станцевали И все И вся эта история Закончилась тем Что родители Подходили и спрашивали Они что накурились Вот такая вот история Вот такая вот Интересная Алдар улыбается У меня улыбка По-моему Полчаса Так Ну что Наш Третий раунд Завершен Давайте его Оценим Кому больше Понравилась История Лейли В французском? Лейли Ничего Нормально Лейли Передача Ошибается Меня похоронят В комментариях Кому больше Понравилась История Лейли Не получается Так Есть Кому больше Понравилась История Лемары 2-1 2-1 В пользу Лемары Так У нас Осталась Последняя Финальная Штучка Нам нужно Выяснить Были ли здесь Вымышленные Истории Ну я понимаю Я понимаю Что вы столько Лет вместе Проработали Скорее всего Истории Друг друга Знаете Но тем не менее Давайте проверим Вам отдаю планшет Я должна написать Про ее Или Да Мы сейчас подумаем Был ли обман Не было ли обмана Улимара Да Первая история Была Про знакомство Мужа Да Знакомство Мужа с семьей Вторая Про сандочки И третья Про зеленый Театр Про зеленый концерт Зеленый концерт Был Сто процентов Знакомство Тоже было Я неправильно сделал Вот так надо было А я должна написать А ты пишешь Да Все правда Или Где-то Была все-таки Вымышленная История Ну я может Сомневаюсь Во второй истории Может она была Но не совсем Там Может быть Машину Не вытягивали Может Ну не знаю Снегурочка не поехала По итогу Нет Может Снегурочка поехала У нас Может было Такое Поехала Но не на утренник Но вот Во второй История Сомневаюсь А кто его знает Так Это у меня Наверное Понятно Да Итак Вторая история Выдуманная Не совсем Первая и третья Правда Первая тоже Правда Но не выдуманная Чуть-чуть Еще Мне кажется А может Обожаю Женские выпуски Давайте Погадать Короче Ладно Вторая выдуманная Не совсем Вторая выдуманная Первая и третья Правда Итого У нас Первая история Не совсем Правда Вторая и третья Полностью Правда А где Было не правда Это был Нет Это было все Но это было Не в один день Это было Несколько дней Поэтому Она соединила Да Я соединила Несколько Историй Но это Многое было Все Я понял Но тем не менее Получилось А вторая история Чистая правда К сожалению К моему большому стыду И сожалению Так 3-1 3-1 И Нам нужно Сейчас написать Что правда Что неправда Роды Роды И Третьи роды Вторые роды И Я забыл Грустная история Грустная история Ну я все истории знаю Все истории Правда Все Все истории Правда Чуть-чуть Насчет Моя Не помню Может что-то Не Недоуслышала Но я думаю Все правда Все правда Молодец Все правда Отлично Молодцы И с общим счетом 3-1 Побеждает Лимана Сауна Что пришли Рад был Вас видеть Приходите к нам Еще это было Шоу Компанейский Всем пока Сауна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому